Парашат Чамвуа Я хотел бы сосредоточиться на стихах в 11 главе. Я прочитаю это по-русски с 11 главы 4 стих. Мясо бы сейчас поесть, говорили они. Мы помним, как в Египте нам бесплатно давали рыбу и огурцы, и дыни, и лук, порей, и репчатый лук, и чеснок. А здесь ничего нет. Видим одну только манну, от которой нас уже тошнит. Хе-хе-хе. И разгорелся гнев Господа, и горько стало Моисею, и сказал он. И вот рассказ, он продолжается и дальше. А Бог в ответ на их просьбу дает то, что они просят. Я продолжаю читать с 31 стиха. Поднялся ветер, посланный Господом, и принес стан, стаю перепелов со стороны моря. Вокруг стана на день пути, во все стороны, лежали кучи перепелов высотой в два локтя. Народ принялся собирать перепелов. Их собирали весь тот день и всю ночь, и весь следующий день. Каждый набрал не меньше десяти хомеров. Потом перепелов разложили вокруг стана, но не успели они еще переживать это мясо. Не успели его доесть. Как разгорелся на них гнев Господень, и поразил их Господь жестоким мором. Это место назвали Кеврот-Атаава, потому что там похоронили приветливых. И вот рассказ о похоти народа Израиля. И я хочу посмотреть на весь этот рассказ. И вот народ Израиля прибывает в пустыне. У них каждый день есть ман. И у них есть вода. Это тоже от Бога. И фактически у них были еще и стада, которые они взяли с собой из Египта. И может быть с каждым днем эти стада таяли и таяли, но все еще к этому времени у них были стады. Но это было недостаточно. И я вот спрашиваю вас, как Бог смотрит на наши желания? Хорошо ли это, когда у нас есть что-то, а мы хотим еще лучше? И от чего это зависит? Почему Бог их наказывает? Но мы увидим действительно, откуда берет начало все это дело, если мы посмотрим... Откуда это все проистекает? И вот когда они собрались вместе, они стали жаловаться. Короче говоря, у евреев всегда виноваты кто? Кто? Не евреи. То есть сыны иноплеменные стали жаловаться на эту еврейскую пищу, которая падает с неба. И тогда уже с них взяли пример и израильтяне, и тоже стали жаловаться. И проблема начинается там, где мы начинаем сравнивать. Потому что когда мы начинаем сравнивать, а у того лучше, это рождает нас зависть. Подумайте, что есть люди, которые в бедности живут. Они в месяц не меняют свою одежду. Или может быть у них есть две пары, и они одну стирают, другую носят. У них есть вода, у них есть хлеб, и это их еда. И может быть в других странах тоже. И вот когда они видят, что все так, как они, они ни с чем не сравнивают. Соответственно, они довольны тем, что есть. И они благодарят Богу за то, что хотя бы это у них есть. Но когда ты начинаешь сравнивать, ааа, вот у меня было когда-то что-то такое, ого-го. Или, например, вот у него больше, чем у меня. И ты начинаешь претензии высказывать Богу. Бог, почему это так? Почему ты ко мне так относишься? Почему? Почему я бедный, а он сидит и кушает? И это то, что Бог не любит. Это хорошо и правильно, когда мы просим у Бога что-то. Это хорошо, когда мы благодарим Бога за то, что у нас уже есть, и говорим, Бог, а я хотел бы, чтобы еще больше было бы. Это хорошо и нормально. Но когда ты начинаешь сравнивать, и начинаешь жаловаться, вот там начинается проблема. И мы видим, каким образом Бог реагирует в этом случае. Интересно, что он сначала дает им то, что они просят, а потом наказывает. Все те, которые жаловались, я не знаю, или все до одного, или большая часть из них, они умерли. Получил удовольствие, заплати. То, что я хочу сказать, что очень важно, с каким сердцем мы обращаемся к Богу. Действительно ли ты можешь благодарить Бога за то, что он тебе дает? Я хотел бы, что по-русски шивим и шива. В 77-й Псалом, пожалуйста, прочитайте дома. Он точно передает вот эту ситуацию, которая происходит здесь. И то, что важно, что он отмечает там, что народ Израиля продолжал грешить и продолжал в своем неверии Богу. Что у тебя в сердце? Что у тебя в сердце? Можешь ли ты надеяться на Бога и ожидать от Него, что Он переведет тебя к следующему этапу? Потому что, когда они были, отцы наши были в пустыне, это было переходное состояние из рабства к свободе. И я думаю, лично я думаю, что когда переходное состояние, ты не можешь ожидать, что уже оно будет идеальным состоянием. Вот, подумайте, вот человек стоит перед ним утес и он хочет забраться высоко. Это его цель, там высоко. А если ты метапас, нет ли у тебя сейчас время лихоль, лиштут, лирпот ядайм. Ты метапас, кашель у тебя. Ты употребляешь очень большое усилие, тебе тяжело. И ты должен быть благодарен Богу за то, что Он хранит тебя в этом сложном состоянии. Что Он может дать тебе силу для того, чтобы ты был в состоянии подняться на эту вершину. То есть ты не можешь ожидать, что это состояние по пути достижения этой цели будет точно такое, как то, что было внизу. Что у тебя есть в сердце? Умеешь ли ты рассчитывать на Бога? Тогда ты будешь различать состояние, в котором ты находишься. И ты будешь знать, ты пребываешь в состоянии переходном. И тогда ты должен просто благодарить Его и просить, чтобы Он укрепил тебя, чтобы ты был в состоянии перейти. Но не сравнивай. Не жалуйся. Потому что Бог приготовил для тебя что-то гораздо более великое. Ты да можешь просить и ты да получишь в будущем. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok